Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их. Около четверти населения Израиля возвращенные из северной земли. Это израильтяне, которые говорят по-русски. Поэтому русскоязычная мессианская община Шавей Цион одна из многочисленных мессианских общин. Как и все христиане мира, верующие общины считают Новый Завет единственным истинным и логичным следствием пророчеств Ветхого Завета. Откровения Авраама, Моисея, Давида и пророков вместе с учением Мессии и Иисуса из Назарета и его апостолов составляют собой неразрывное и неизменное целое. Это призвание еврейского народа. Наша цель – восстановить веру в Иисуса в Израиле в наши дни, а также говорить другим народам об исцеляющей важности еврейских корней веры. Хайский теологический институт основан в 2009 году. Его целью является предоставление богословского образования и подготовка лидеров в Израиле и за рубежом. С сентября 2013 года действует программа заочного обучения через интернет по двум направлениям – библеистика и мессианский иудаизм. Программа открыта для всех русскоговорящих верующих любых конфессий и по всему миру. Подростки, дети-матери-одиночек, после школы обычно, не зная, чем заняться, шли на улицы, собирались в компании, собирали куртки, распивали пиво. И не важно, что им было 13, они чувствовали себя при деле. Мы можем себе представить, к чему приводит такой подход к жизни, когда нет отца, чтобы сказать свое веское слово. Или есть слабая мать, которая старается подработать где может, чтобы покрыть хотя бы элементарные затраты на жизнь, а говорить о воспитательной работе не приходится. Такие дети, подрослев, начинают употреблять алкоголь или наркотики и дальше продолжать не хочется. Много лет помогая людям, мы пришли к выводу, что лучше направить ребенка в начале его пути, в правильное русло и дать ему полезные занятия, чтобы в дальнейшем не пришлось помогать им мамам и им самим выбираться из тех проблем, куда они могли попасть. Наша музыкальная школа видит своей целью не только воспитать хороших музыкантов, но и занять детей из слабых семей, чтобы они могли через музыку стать людьми прекрасного, по возможности избегая греха. Душа радуется видеть учащихся музыке, родителей которых не в состоянии оплатить их обучение в школе. За несколько лет существования нашей школы мы уже видим положительные плоды этой работы. Информационное служение «Оазис-Медиа» начало свою деятельность в 2000 году с выпуска печатной газеты «Оазис». Затем, увидев нашу востребованность среди русскоговорящих верующих во многих странах мира и двигаясь в ногу со временем, в январе 2013 года мы начали видеопроект в интернете, основными целями которого являются нести благую весть о Спасителе Иешуа, прежде Иудею, а потом и другим народам, предоставлять возможность людям всех конфессий, знакомиться с толкованием священных писаний с еврейской мессианской точки зрения. Для этого в студию «Оазис-Медиа» мы приглашаем наиболее известных современных мессианских учителей священных писаний и пастырей Израиля. Проект ориентирован не только на мессианских евреев, но и на всех людей, верующих в Иешуа Мессию и Иисуса Христа и ищущих глубокого познания и понимания Бога. Интерес к нашему проекту со стороны христиан и мессианских верующих всего мира с каждым днем возрастает, поэтому мы молимся, чтобы Господь открыл новые возможности. Гуманитарная горячая кухня. Насколько это актуально сегодня, здесь, в Израиле? Желание помогать другим – это не просто хобби, это возложенная на нас миссия. Бог сказал «Возвращу народ мы в их землю и благословлю их». Тогда почему есть нуждающиеся? А потому что Он хочет через нас, тех, кто называется Его именем, благословлять свой народ, для того, чтобы мы, Его дети, приобретали Его характер, были внимательными к нуждам других и заботились о них, были даятелями. Этим мы и занимаемся, воплощаем заповедь Господа Ишуа в жизнь, помогаем тем, кто нуждается. Давайте вместе помогать им, и вы, и мы, и вы через нас, открывая бедным среди народа Израиля Бога Израилева, который возлюбил их безмерно. Служение прошедшим – Холокост. Вы знаете, когда мы служим людям, которые прошли Холокост, все время ассоциации из Егилии 37 главы возникают в наших головах. Мы просто видим, что это те сухие кости, люди, прошедшие через ужас, через ад на земле, когда их сжигали в лагерях, на глазах у них расстреливали, убивали их близких. Сегодня эти люди преклонного возраста, они наши отцы, деды. Вы знаете, для нас послужить этим людям – это почтить их и почтить их подвиг. И на основании этого подвига Бог просто воздвиг современное государство, которое сегодня есть дом Израиля в живы, и которое не прекратит свое существование. Мы, наши дети, служа им, испытываем просто благословение от Господа, который говорит «Почтите отца и мать, и будет вам добро на земле». Вместе с нами и вы можете участвовать в этом служении. Оно приносит благословение. Субтитры создавал DimaTorzok